Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. Наступившая осень, радовавшая горожан по летнему солнечными днями, в ночь на вторник обрушилась на Одессу мощным ливнем. Жители города вмиг ощутили все неудобства, которые несет с собой эта колоритная пара года. Улицы Фонтана, Молдаванки, Пересыпи, дворы поселков Котовского и Таирова, Слободка и Черноморка в мгновение ока стали похожи на Новую Венецию. Жители многих улиц наутро пришли в полное отчаяние от того, что их дома за ночь стали островами, окруженными бескрайними мутными водоемами с непредсказуемым дном. Одни из таких венецианцев по неволе проживают на Лузановской 5А. Первый осенний ливень. И вот он результат. Затопленные дороги и возмущенные горожане. Затопленные дороги, плавающие машины, вода в подъездах – все это лишь небольшой список того, что происходит на Лузановке после любых природных катаклизмов. Жители дома на улице Лузановская 5А сетуют, что ни одна экстренная служба не осмеливается ездить по затопленной дороге, не видевшей ремонта уже более 10 лет. Вот скорая должна подъехать. Она не подъезжает, потому что в парадной вода. Старый пенсионер у нас там. Есть бабушка вот за 80 лет ей, есть еще одна за 90 лет. Вот плохо часто вот хватает сердца. Если немножко потоп, они не заезжают. После непогоды проблемы у жителей Лузановской 5А возникают не только с дорожным покрытием и затопленными подвалами. Электричество – еще одна болевая точка этого дома. Нам поменяли только один силовой кабель. Они поменяли все. У нас фазы перегорают. Кинули этот кабель через дом. Хотя я не знаю, как по технике безопасности. Любой ветер, любой дом останется без света. Повлиять на ситуацию обитатели дома отшельников, как они его сами называют, не в силах. Их многократное обращение в ЖКС Пересыпске многократно игнорируется. Одесситы, получив возможность стать услышанными, попросили о личном вмешательстве городского голову Геннадия Труханова. Уважаемый Геннадий Леонидович, мы жильцы дома по улице Лузановской 5А хотим к вам обратиться. По той причине, чтобы вы обратили свое внимание на управление нашего ЖЭКа, на наше начальство, на наших диспетчеров, которым мы звоним, которые нам хамят, которые не выполняют наши заявки. Люди рассказывают, что после каждого ливня территория возле их дома напоминает театр боевых действий. За все время независимости, возмущаются одесситы, их коммунальные отчисления уже явно превысили стоимость самого совершенного ремонта междворового пространства. Вот только в список адресов, подлежащих вниманию коммунальщиков, Лузановская 5А все никак не попадает. По мнению городских чиновников, серьезных проблем, связанных с сильным ветром и осадками, удалось избежать. Уже с вечера коммунальные службы работали в усиленном режиме. На Переспе дежурила аварийная бригада, которая заранее расчищала ливневки, поскольку даже при небольшом дожде образуются ручьи, подгоняющие на решетки мусор и не дающие принимать воду. Но, несмотря на все усилия, скопление воды какое-то время наблюдалось в разных районах города. Не обошлась стихия стороной и многострадальную Балковскую. Было полчетвертого. Образовались, в принципе, заторы, опять же, на той же Балковской. Но они быстро ушли. Почему? Потому что в основном они образовались из-за того, что именно по улицам шла вода. То есть под Балковской идет подземный коллектор. Он имеет две ветки, и они очень большие. Он берет воду, начиная с улицы Щерса. Так вот, подземный коллектор нормально работал, а сверху, с ослободки из центра города, по спускам, то есть, начиная с Маловского, Раскидайловского, Маловского, Краснослободская, с этой стороны Ольгиевский, Коммунальный, Матросова, Степановины, Калининградская. Шло потоком вода поверху. Поэтому образовалась эта лужа. Но она сошла буквально в течение получаса. Единственное место, где во время ливня было затруднено движение – участок между Первым заливным и Церковной. Поэтому там сотрудники ГАИ организовали проезд через Первый и Второй заливной по Черноморскому казачеству. Две полосы на поселок, две в город. Утром насосная станция откачала воду. Движение возобновилось в обычном режиме. Что касается Лузановки, несмотря на постоянную работу КНС, людям с утра пройти по улицам было затруднительно, так как уровень воды составлял порядка 20 сантиметров. Но уже к 11 часам вода ушла, констатируют специалисты. Хуже ситуация сложилась на Хаджибеевской дороге, где сотрудники ГСЧС с помощью мотопомп перекачивали воду от дороги и жилых домов на поля орошения. Жителям Хаджибеевской дороги ночной ливень доставил большие неприятности. Здесь затопило несколько улиц и придомовых территорий. По сообщению местных жителей, уровень воды в некоторых местах превышал 20 сантиметров, а улицы превратились в непреодолимые реки. Одесситы, которые уже не однажды становились заложниками последствий природных катаклизмов, на этот раз были вынуждены собраться на пикет. После этого к жителям затопленного района приехали спасатели ГСЧС и представители местной власти. Ночной ливень затопил Хаджибеевскую дорогу полностью. В зоне подтопления оказались десятки частных домов. Движение по улице заблокировано, проезжая часть превратилась в непроходимую реку. По словам местных жителей, подобные проблемы они испытывают уже на протяжении 10 лет. У нас такая ситуация, после дождя у нас затопило дорогу, у людей затоплены дома. Вся вода скается, не сходит, и у нас залита вся дорога. Есть такая станция биологической очистки у нас на полях орошения, которая обслуживает весь город. И была система дренажная, там были канавы, там с дороги стекало. А воде некуда, оно замуливалось все из-за того, что кто за ней не смотрит. Поэтому, в общем-то, эта проблема в этом стоит. Из-за того, что нет дренажной системы. Приехавшие на место затопления спасатели развернули две мотопомпы и начали откачивать воду. В свою очередь представители местной власти в очередной раз развели руками, рассказывают люди. Сказали, будет какое-то совещание, будут что-то делать. Не знаю, кто там боится, не боится. Потому что обещаний очень много и на протяжении многих лет. Предыдущий ливень тоже приезжали, но, правда, было там то ли 10 этих машин, и откачивали помпой. Ну, и потом спустилось, как обычно, все на тормозах. Местные жители настроены решительно. По словам Одесситова, если в ближайшее время ответственные службы не предпримут каких-либо действий по устранению причины постоянных подтоплений Хаджибеевской дороги. Люди регулярно начнут выходить на пикеты и перекрывать городские магистрали. Смертельное ДТП в Котовском районе. В селе Куяльник 36-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения водитель и женщина-пассажирка оказались зажаты в автомобиле и получили травмы. Спасатели с помощью специнструмента извлекли пострадавших и передали бригаде скорой помощи. В больнице женщина скончалась. Еще одна женщина пострадала в результате ДТП, которое произошло на трассе Одесса-Киев. Водитель автомобиля ЗАЗ заснул за рулем и потерял управление. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Пассажирка автомобиля с переломом таза и голеностопа госпитализирована. Всего за минувшие сутки сотрудники ГАИ зарегистрировали в регионе 10 аварий, 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Грабежи, угоны, автомобили, квартирные кражи, нападения, увы, неотъемлемая часть современного общества. Статистика неутешительна. Случаев преступлений не становится меньше. О криминогенной ситуации в Одессе и области говорили во вторник на пресс-конференции. В настоящее время следственные органы проводят судебное расследование по раскрытию 4 резонансных преступлений, связанных с убийством ребенка, покушением на иностранца и нападением на депутата. Помимо этого в МВД приводят и неутешительную статистику краж личного имущества граждан из автомобилей. За период с начала этого года в Одессе и Одесской области зарегистрировано 376 преступлений по фактам краж. В 91 случае установлены лица и объявлено им о подозрении данных преступлений, то есть доказана их вина. В 11 случаях, подчеркнула Алла Марченко, преступления совершались группой лиц. Кроме того, специалист отметил, что в последнее время участились случаи угонов автомобилей. За эту неделю участились случаи угонов автомобилей. Также это не только престижные иномарки, но и Жигули различных моделей. Среди тем, затронутых в ходе пресс-конференции, были и вопросы, касаемые участившихся случаев лжиминирований. Напомним, последний инцидент произошел 18 сентября. Тогда неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в здании бизнес-центра на проспекте Шевченко. Специалисты рассказывают, процент раскрываемости таких дел достаточно высок, только если лжиминер звонит с мобильного телефона. Есть три вида связи. Та, которая есть – это мобильный телефон, это, скажем так, Укртелеком и IP-телефония. Когда это мобильный телефон, в принципе, вычислить звонившего составляет это уже 80%. То есть для того, что если у нас есть мобильный телефон украинского оператора, например, 80% того, что это раскрываемое дело. Если преступник пользовался остальными двумя видами связи, процент раскрытия преступлений значительно снижается. Но все же, подчеркнула Алла Марченко, и здесь преступнику зачастую не удается избежать наказания. Большинство сообщений о минированиях в Одессе были сделаны через IP-телефонию. Часть звонков была сделана из-за границы, некоторые поступили из Донецкой области. Процент раскрытия таких преступлений, увы, снижается до 5%, констатируют специалисты. Украина переживает, пожалуй, самый сложный период в новейшей истории. Находясь в крайне непростых условиях, десятки тысяч военнослужащих самоотверженно борются, отстаивая независимость и суверенитет нашего государства. В сложившейся ситуации защитникам Родины трудно обойтись без помощи и поддержки политиков, волонтеров и общественников. Депутат Одесского городского совета Геннадий Чикита – один из тех неравнодушных граждан, кто с первого дня активно помогал военным в их нуждах и продолжает делать это по сегодняшний день. Помогать вооруженным силам Украины депутат городского совета Геннадий Чикита начал давно. Еще в конце июля, в период очередной волны частичной мобилизации, военные обратились на заводы с просьбой предоставить технику и материалы для нужд армии. Тогда ЧАО «Стройгидравлика», президентом которого является депутат городского совета Геннадий Чикита, отреагировал моментально. В кратчайшие сроки вооруженным силам была выделена машина и все необходимые материалы. Буквально в течение одного дня проблема была решена. Проблема была решена с галючными веществами, запасными частями, то есть полностью укомплектованная машина стоит. Я бывший военный офицер и я прекрасно понимаю, что такое обеспечение вооруженных сил. Это надо делать своевременно, в нужное время, подвоз боеприпасов, подвоз продовольствия. Это очень важно для того, чтобы боеготовность вооруженных сил Украины была на высшем уровне. Депутат городского совета Геннадий Чикита неоднократно отмечал, он, как бывший военный офицер, прекрасно осознает, с какими сложностями сегодня сталкиваются солдаты украинской армии. Потому всегда с готовностью и охотой отзывается на просьбы военных, оказывая необходимую помощь. Надо понять сейчас всю ответственность момента. Надо понять, что общество должно консолидироваться и помочь в эту сложную минуту вооруженным силам Украины, чтобы они могли защитить наш спокойный мирный сон. Помощь от депутата Одесского городского совета Геннадия Чикит и защитники родин регулярно получали и на фронте, и в тылу. В начале сентября военнослужащие 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады, которые находились на отдыхе в Николаевской области, обратились за помощью к политикам, волонтерам, общественникам. Чтобы помощь неравнодушных граждан оказалась наиболее эффективной, армейцы сами составили список того, в чем они нуждаются в первую очередь. Обращались к многим с 19-го числа со списками теми, которые нам дало командование 28-й гвардейской механизированной бригады. Там нет ничего такого сверхъестественного, там самые минимальные необходимые какие-то предметы снабжения, без которых просто невозможно выполнять какие-либо, я не знаю, по защите государства просто операции. Депутат городского совета Геннадий Чикит взялся обеспечить военных медикаментами и перевязочными материалами. Их украинским военным передал благотворительный фонд Чикиты Милосердия. Эта общественная организация уже несколько лет реализует программу «Доступные лекарства для пенсионеров и социально незащищенных слоев населения». В нынешнем году получателями медицинских препаратов стали и бойцы 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Отдельно хочется поблагодарить Геннадия Леодидовича Чикиты. Фонд Милосердия передал медикаменты. Будем надеяться, что к числу таких людей неравнодушных присоединятся и другие с возможностями делать добро. Но участие народного избранника в судьбе украинских военных этим не ограничилось. В ходе прошлого визита волонтеров армейцы просили помочь им в обеспечении гарнитурами для военных радиостанций. Депутат городского совета Геннадий Чикита тут же откликнулся на просьбы военнослужащих. И буквально на днях гарнитуры были переданы военным. Ребята обратились к нам за помощью, что нужны гарнитуры для рации. И было закуплено уже им 40 комплектов этой гарнитуры для военных армейских этих радиостанций. И сегодня мы с ними сюда прибыли. Очень приятно отметить депутата городского совета города Одессы Геннадия Леонидовича Чикита. В прошлый раз он передал определенный объем для медиков. То есть там были медикаменты. Мы 7 числа их сюда доставляли. Кроме гарнитур благотворительный фонд Чикиты и Милосердия передал военнослужащим 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады свежие фрукты и овощи, теплые одеяла. Помимо этого волонтеры из Одессы доставили армейцам консервированные продукты, крупы и печенье. День доброго, земляки. Я хочу благодарить всем, кто в нашем тылу находится. Он помогает нам. Верьте в нас. Держитесь, не переживайте. Все будет хорошо. На Одесских пляжах дельфины и отрада обнаружены пятна нефтепродуктов. Диаметр пятен от 5 до 15 сантиметров. Предположительно, выявленное вещество является мазутом, который вынесло на песчаную зону морской водой. Такие выводы сделали в городском департаменте экологии и развития рекреационных зон. Экологи провели обход прибрежной территории города, в ходе которого зафиксировали на песчаной зоне двух одесских пляжей. Дельфины и отрада – факты выноса морской волной нефтепродуктов. Предположительно, черные пятна диаметром от 5 до 15 сантиметров являются мазутом. Информация передана в Государственную экологическую инспекцию северо-западного региона Черного моря для принятия мер реагирования и подсчета ущерба, нанесенного окружающей природной среде. Долг одесситов перед филиалом Инфоксводоканал за потребленную воду перевалил за 120 миллионов гривен. На предприятии сложившуюся ситуацию называют катастрофической и вынуждены переходить к более решительным действиям. Неплательщикам грозят судебные разбирательства и, как следствие, арест и продажа имущества. 126 миллионов гривен. Именно столько одесситы задолжали филиал Инфоксводоканал за потребленную воду. Для работы с неплательщиками сотрудники предприятия используют целый комплекс мер. От разъяснительных бесед до пронадительного взыскания задолженности через суд. Но прежде абонентов предупреждают. Если вы получаете это предупреждение, то рекомендуем вам немедленно, в кричайшие сроки, обратиться в абоноделы, которые предприятие сформировало практически во всех районах города, для того, чтобы урегулировать вопрос оплаты задолженности в досудебном порядке. В настоящее время в судах находятся около 2000 исков о взыскании долга. Еще 1000 дел на стадии передачи в исполнительную службу. По словам директора юридического департамента Инфоксводоканала, доводить дело до суда абоненту невыгодно. В этом случае, кроме погашения задолженности, придется оплатить также и все судебные издержки. Это и судебный сбор, это и исполнительный сбор в случае вынесения решения, это и оплата инфляционных. В результате вот эти издержки могут составлять и равняться самой сумме долга. После вынесения судом решения, дело передается в исполнительную службу. Она имеет право наложить арест на имущество должника или, к примеру, ограничить ему выезд за пределы страны. Данным законом исполнителю наладено право на принудительное отчуждение имущества должника, как недвижимое, так и движимое, принадлежащее на праве властности. Проведение мер по розыску автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, обращение взыскания на заработную плату, на стипендии, пенсии и все иншие виды доходов должников. Совместная работа юридического отдела Инфоксводоканала и исполнительной службы уже дают неплохие результаты. По последним данным, которые достигнуты в ходе совместной работы с представителями Инфоксводоканала, на сегодняшний день в исполнительной службе находится порядка 300 дел о взыскании с физичных осип и порядка 200 исполнительных производств о взыскании с юридических лиц. На общую сумму около 10 миллионов гривен. В Инфоксводоканале обращаются к одесситам с просьбой вовремя оплачивать услуги водопользования и не допускать возникновения задолженности, так как предполагаемое введение в Украине штрафных санкций за неоплату коммунальных услуг только усугубит ситуацию и увеличит суммы долга. Партия «Оппозиционный блок» намерена занять нишу реальной оппозиции, которая в Украине отсутствует с февраля, чтобы в первую очередь доносить до Киева голос миллионов жителей промышленных районов, которых пытаются лишить права выбора и сделать из них людей второго сорта. Об этом на пресс-конференции заявил один из лидеров оппозиционного блока Александр Вилкул. Александр Вилкул не стал прогнозировать, сколько именно голосов будет отдано за реальную оппозицию. Но по предварительным данным поддержка составляет до 30-40% в таких городах, как Харьков, Одесса, Херсон, Запорожье и Днепропетровск, заявил политик. Отвечая на вопрос от тех, кто включен в списки, Александр Вилкул сказал, что по первой десятке можно судить о том, насколько широк спектр оппозиционных политиков, среди которых есть и бывшие члены партии регионов. Члены партии регионов сегодня есть во всех списках. И в списке блока Петра Алексеевича Порошенко, и в списке сильной Украины. Только в отличие от них мы не перекрасились. И мы не предали интересы тех людей, которые за нас голосовали. А честно их отстаиваем и говорим так, как думаем. Столичному культурно-обучающему центру 10 лет. На первый значимый юбилей пригласили воспитанников, их родителей и друзей. Среди последних представители всеукраинского аграрного объединения «Заступ». Не просто готовить детей к школе, а растить их патриотами. Это уроки рисования в национальном стиле и традиционные песни и танцы. Именно так в культурно-обучающем центре столицы учат, дошкалят. Главное, уверены преподаватели, чтобы новое поколение не забывало свои корни. И родителям, и детям такой подход нравится. В принципе, все нравится, все устраивает. Преподаватели замечательные, отличные. Поэтому мы ходим, да? Да. Да? Да. На праздник, приуроченный 10-летнему юбилею центра, приехали и представители всеукраинского аграрного объединения «Заступ». Гости уверены, сберечь украинскую идентичность можно лишь приучая к народной культуре с детства. Мы стараемся помогать всем детям, кто… Вы понимаете, что дети – это наше будущее, да? Что касается особенно и села, и вообще человечества, да? И стараемся по мере того, насколько это возможно, помогать особенно детям, вот таким закладам школьным. Потому что сейчас, ну, вы же сами понимаете, что детки, так скажем так, не особо забезпечены. Особое внимание необходимо уделять обновлению села, уверены члены всеукраинского аграрного объединения «Заступ». И не только экономическому развитию небольших селений, но и духовному. Во-первых, нужно восстановить работу домов культуры, так называемых сельских клубов, которые за последний час, мы уже, мабуть, и забыли, что есть сельские клубы, в которых проводятся какие-то заходы. Совсем небольшая количество сел, которые могут их поддерживать. Подарки к юбилею от всеукраинского аграрного объединения «Заступ» получили все воспитанники центра. Представили еще раз подчеркнули. Только от их таланта и знаний зависит настоящее богатство Украины. Весьма распространена в одесских домах, построенных десятилетия назад, проблема протекающих крыш. Из-за этой технологической неполадки в состоянии близком к потопу оказывается множество жителей верхних этажей. Люди годами обивают пороги с просьбами что-либо предпринять, но ответственные коммунальщики, по словам одесситов, умывают руки. После ночного ливня вновь перед лужами на полу оказались жители дома по адресу Жолио Кюри 34. Дождь для жителей дома по адресу Жолио Кюри 34 является масштабной катастрофой. Этажи от пятого до третьего после любого ливня полностью залиты водой. Жители дома жалуются, что всякий раз, обращаясь в ЖЭК Северный, получают пилюлю невнимания и равнодушия. Заливает до такой степени, что протекает и до четвертого, и до третьего этажа. Обращались мы в наш ЖЭК Северный, реакции по-разному бывают, но материал на ремонт крыши не дают. Ремонтировать наш дом никто не хочет, а наши квартиры, получается, приходят в аварийное состояние. Подобная проблема существует здесь уже более двух лет. Кто страдает? Верхние этажи. Все считают, что это наша проблема. А я считаю, что крыша, она общая. Значит, как бы все должны быть заинтересованы в том, чтобы крыша была целая. Тем более, если с нашего этажа сегодня на нижний этаж уже попротекала. Я считаю, что крыша – это общая. Это не моя личная проблема. Делать ремонты в квартирах верхних этажей при таком состоянии крыши становится просто бессмысленно. Одна из жительниц дома, с сожалению, подсчитывает урон, нанесенный недавнему дорогому ремонту ночной непогодой. К сожалению, подходили дорогие обои, потолок в ужаснейшем состоянии, так как у нас на крыше неизвестно что. Стекало все на чердак. И, естественно, на чердаке ни разу, ни в год, ни разу не убирается помет голубиный. То есть, даже вот эта вся грязь лилась в квартиру на протяжении трех часов. Начальник участка номер 4 ЖКС Северный Виталий Денисов в ответ на вопрос наших корреспондентов посетовал на нехватку финансирования и заверил, что буквально сегодня в ЖКС назначено совещание по поводу крыши в этом доме и окрестных ливневок. Наша телерадиокомпания продолжит следить за развитием событий, о которых мы расскажем в наших следующих выпусках. Мы продолжаем следить за историей, связанной с коммунальными проблемами 78-летней одесситки Веры Игнатьевны Ворониной, проживающей в доме по адресу Черноморского казачества 37. Несколько недель назад в ее аварийной квартире сотрудники ЖКС Пересопский начали делать ремонт. За два дня в жилище женщины, имеющей статус дитя войны, был отремонтирован прогнивший пол. Еще на прошлой неделе сотрудники ЖКСа должны были приступить к капитальному ремонту потолка. Наши корреспонденты навестили одесситку после ночного ливня, чтобы узнать, насколько хорошо коммунальщики справились с ремонтом крыши. Но оказалось, что столь браво начатый ремонт застопорился. Во вторник пенсионерка весь день прождала строителей, обещавших прийти, но они так и не явились. К счастью, обрушившийся на Одессу ночной ливень не нанес урон аварийному жилищу 78-летней одесситки Веры Игнатьевны Ворониной. Пенсионерка рассказывает, несмотря на то, что потолок и крыша ее квартиры требуют капитального ремонта, минувшей ночью в жилье вода не попала. Ой, ой, был дождь. Я поставила меск, думала, что сейчас будет бежать вода. Но так же шумела, так бежала вода. Это дождь, а гремело как сильно. Страшно было прям. Весь вторник Вера Игнатьевна просидела в ожидании сотрудников ЖКС Пересыпский, которые обещали пенсионерке доделать начатый ремонт. Пол в квартире рабочие уже починили. А вот укреплять аварийный потолок так и не начали, сетует Вера Игнатьевна. Ну вот сижу как на вокзале, видите. Сказали, сегодня придут и не пришли, я знаю. Позавчера, правда, они били щедока, сняли там немного какой-то мусор, не знаю, там на машину на них грузили. Надо, чтобы делали, ну падает же, видите, трамвай проходит, падает без конца, это с потолка. Вера Игнатьевна все же надеется на совесть и ответственность сотрудников ЖКС Пересыпский. Пожилая одесситка переживает, скоро совсем похолодает, а в стенах и на потолке квартиры сплошные дыры. Не ровен час простудиться. А в пожилом возрасте подцепить простуду легко. А вот вылечиться проблема, объясняет она. У Веры Ворониной есть надежда на то, что ее проблемы все же будут благополучно решены. Большинство же одиноких пожилых одесситов ежедневно сталкиваются с ситуациями, с которыми самостоятельно справиться не могут. Чем могут помочь неравнодушные люди? После новостей в программе «Тема дня» рассказывает волонтер, администратор групп помощи ветеранам ВОВ в социальной сети Facebook и на одесском форуме Дарья Маслова. За лето, ну, в связи с экономической ситуацией в стране, естественно, сейчас стало тяжелее выживать нашим ветеранам и пожилым людям. Поэтому мы очень-очень сократили свои, их потребности, к сожалению, в бытовой технике. И сейчас мы в основном стараемся продуктовые пакеты и лекарства. Ну, все-таки тем не менее сократили ведь, но все равно продолжаете покупать. То есть вот что сейчас по потребности, что было летом самым важным, вот кому может быть, ты с кого-то вспомнил? Медикаменты. 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 Ежемесячно на медикаменты уходят. А по бытовой технике? По бытовой технике за это лето мы купили две стиралки, одну плиту, то есть немного. И то мы купили таким людям, которым нельзя было пройти мимо, то есть участникам боевых действий. Ну, понятно. Там было, да, тяжело пройти мимо. В результате непогоды в Одесской области оказались обесточены 27 населенных пунктов, из них 9 частично. Особенно сильно пострадали северные районы, раздельная сербка-затишье. В Одессе за сутки выпали две сентябрьские нормы осадков. В Одессе за вчерашний день и сегодняшнюю ночь выпало 48 миллиметров осадков. Это сильный дождь. Это опасное явление. В порту Одесса выпало 59 миллиметров. Это уже у нас как бы стихийное гидрометеорологическое явление. В порту Южной 84 миллиметра стихийное тоже явление. В Одессе ливень к катастрофическим последствиям, к счастью, не привел, но проблемы после себя оставил. Город оказался в плену огромных луж и селей. Вечером 22 сентября и во вторник утром дорога на поселок Котовского из центра города и в обратном направлении занимало более двух часов. Причиной всему – огромный потоп в районе стадиона завода «Одесса-Кабель». Поток автомобилей вынужден был объезжать глубоководные участки по полосе встречного движения. На других участках дороги – остатки селевых потоков – глина, камни, мусор. Особенно тяжело – аукнулась непогода в районе Крыжановской балки и на улице Приморской. Из многих зданий сотрудникам службы спасения пришлось откачивать воду. На улице Шевской подтопило жилые дома. Спасатели откачали 324 кубометра воды. Похожую проблему ликвидировали на улице Нищенского. Там затопило ветеринарную клинику. Также помощь спасателей понадобилась в селе Фонтанка-2 и Фонтанка-3 Коминтерновского района, где оказались затопленными 16 частных усадеб. В Одессе только по улице Хожебеевской было подтоплено около 20 дворов и подвальных помещений. Во всех случаях пострадавших нет. 22 числа сентября месяца было подтоплено улицы села Фонтанки. С 6 часов утра 23 числа подразделением ДПРЧ-26 Коминтерновского района проводятся работы по откачке улиц и подвалов жилых домов от воды. На месте подтопления продолжает работать аварийно-спасательный отряд специального назначения. В городе Южное от подтопления пострадал трехэтажный дом по улице Химической. А в микрорайоне индивидуальной застройки по улице Одесской были затоплены подвальные помещения в восьми жилых домов. В селе Надежда Саратского района, по данным МЧС, были потоплены около 20 дворовых участков и подвальных помещений частных домов. Для ликвидации последствий паводков спасателями были задействованы 4 автоцистерны, специальная аварийно-спасательная машина, 7 мотопом для грязной воды. Задействованы 26 человек личного состава. Вследствие непогоды в Одесской области отключено электроснабжение в более чем 40 населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения работают 26 аварийно-восстановительных бригад РЭС, 64 работника, 45 единиц техники. Кроме того, по данным пресс-центра ГСЧС, пожар от удара молнии случился в селе Старая Царичанка Белгороднестровского района. Жилой дом практически полностью сгорел. Площадь пожара более 100 квадратных метров. Тем временем, по прогнозу метеорологов, 24 сентября в акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду. Высота волн в западных и восточных районах составит 4-5 метров. Из-за порывистого ветра в городе вновь начался древопад. Первыми не выдержали натиска стихии деревья на площади Льва Толстого, на улице Семинарской и Осипова. На площади Независимости, прямо возле остановки, со страшным скрипом рухнуло дерево. Кроме того, в результате ночной непогоды десятки деревьев и обломанных веток упали на черемушках. К счастью, под обломками зеленых... В завершение выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Безусловным лидером среди тем, обсуждаемых сегодня одесситами, стал ночной ливень. Вот скорая должна подъехать, она не подъезжает, потому что в парадной вода. Старый пенсионер у нас там есть бабушка за 80 лет, есть еще одна за 90 лет. Вот плохо часто хватает сердца, если немножко потоп, они не заезжают. А жители Хаджибеевской дороги и вовсе не смогли выбраться в так называемый большой мир, став заложниками непогоды. Потеряв терпение, люди вышли на пикет. Приезжали, будет какое-то совещание, будут что-то делать, не знаю, кто там боится, не боится, потому что обещаний очень много и на протяжении многих лет. В предыдущий ливень тоже приезжали, но правда было там то ли 10 этих машин, откачивали помпой. Ну и потом спустилось, как обычно, все на тормозу. Атмосферные осадки одесситы физически ощущают не только под ногами, но и наблюдают на своих потолках. К сожалению, подходили дорогие обои, потолок в ужаснейшем состоянии, так как у нас на крыше неизвестно что, стекало все на чердак. И, естественно, на чердаке ни разу, ни в год, ни разу не убирается помет голубиной. То есть даже вот эта вся грязь лилась в квартиру на протяжении трех часов. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Продолжение следует...